Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодняшнее видео будет очень длинное, потому что эта тема одна из, наверное, самых больных тем в моей жизни. Я всегда смотрела подобные видео и мечтала, что когда-нибудь я тоже буду вот так вот сидеть и рассказывать о том, как я избавилась от прыщей. Я хочу начать свой рассказ прямо от начала и до конца, и поэтому это видео будет очень-очень длинным. Но я думаю, что так будет максимально информативно. Я буду говорить то, чем я пользовалась и что мне не помогло. В общем, как-то так. Если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной и в конце я вам расскажу о средстве, которое мне помогло в течение, можно сказать, первых трех дней. Да даже на следующий день вы видите результат от этого средства, но о нем я расскажу чуть позже. Хочется начать все это дело сначала. Как началась вообще проблема прыщей? Если вы думаете, что прыщи у меня начались в подростковом периоде, в 13-14 лет, это было не так. Очень странно, потому что у многих они появляются именно в этом возрасте. Но когда мне было 13-14 лет, я счастливо просто гуляла, что у меня прыщей нет, смотрела на своих одноклассников и просто ужасалась, как можно так ходить. Но счастье мое длилось недолго. Где-то, наверное, на втором курсе я начала замечать, что у меня вот здесь в области подбородка появляются какие-то черные точки, какие-то мелкие прыщики. И что я начала делать? Как вы думаете, я начала давить. Первое правило. Вот все об этом правиле говорят, но никто никого не слушает. То есть все давят прыщи. На самом деле прыщи давить нельзя. Во-первых, остаются рубцы. А во-вторых, просто сыпь она расползает по всему лицу и ничего хорошего от этого не будет. Поэтому первое правило. Ни в коем случае нельзя давить прыщи. А я это делала при помощи своих длинных нарощенных ногтей, которые, следовательно, были не особенно чистыми. И это привело к тому, что у меня появились прыщи не только на подбородке, но уже и потихоньку и на щеках. Я не знала, что делать. Обращалась к маме, к знакомым, спрашивала. И вы знаете, каждый давал какой-то тупой совет. Кто-то говорил, помажь мочой. Кто-то говорил, пройдет время, выйдешь замуж, все будет окей, не парься. Кто-то говорил, их же не видно, когда ты тональным замазываешь, ходи так, что ты паришься по этому поводу и так далее. Советчиков было много и разных. И не всегда у людей ты спрашиваешь, как можно избавиться от, например, углевой сыпи. Тебе сразу начинают что-то советовать, что-то рекомендовать. И это, если честно, немножечко раздражает. У меня даже был случай, как-то я в Мукбанке вам рассказывала. Я пошла в Макдональдс и после Макдональдса пошла в женскую комнату, так скажем. И там девушка посмотрела на меня и говорит, хотите, я вам дам совет. Я такая даже не знала, о чем она сейчас будет мне рассказывать. В принципе, у меня был тональный, как бы мои какие-то проблемы на коже были не настолько заметны. Хотя, может, мне так казалось, но в любом случае. Она повернулась ко мне и говорит, я работаю продавцом-консультантом в Сабине. Это магазин парфюмерии и косметики. И она говорит, я знаю, как избавиться от прыщей. Просто купи тоник от чистой линии, используй его и все будет окей. Не помню, от гарнира или от чистой линии. В общем, бюджетный какой-то тоник. И типа с этим я избавлюсь от прыщей. Если честно, мне было очень неприятно. Просто потому, что я не спрашиваю человека совета. И когда человек к тебе подходит и говорит, у тебя есть проблемы, давай я решу эту проблему. А ты даже не знаешь человека. Это реально очень тупо и очень неприятно. После того, как я вышла из Макдональдса, мне реально очень неприятно стало. И я поняла, что уже дальше некуда. Я пробовала много чего. Спирт, не знаю, всякие мази. Цинковая мазь, кстати. Неплохо помогает, относительно неплохо. В этот момент я приняла решение, что я пойду к специалисту. Потому, что так дальше продолжаться не может. Я уже перестала их выдавливать. Но все равно они не проходили. Была проблема в том, что они не проходили. То есть, у меня был прыщик вот здесь, который 3 месяца не проходил. Это ненормально. Он то наполнялся, то сдувался. В общем, здесь было покраснение, которое не проходило. Я специально не выдавливала. И тогда я начала искать хорошего специалиста. Я сразу хочу вам сказать, что если вы думаете, что вы сразу пойдете к какому-нибудь косметологу или дерматологу. И он сразу пропишет вам какие-то чудо-лекарства. И все у вас мгновенно все пройдет. Если бы все было настолько просто, все бы ходили к дерматологу и решали этот вопрос. Передо мной стоял вопрос, пойти к косметологу или к дерматологу. Я подумала, что косметолог это все-таки не настолько профессионал в области кожи. Может в области инъекций или чего-то другого. Да, но я думаю, что лучше идти именно к дерматологу. А лучше к какому-то хорошему дерматологу. Я поспрашивала у своих подруг, и они мне посоветовали кожу вензоспансер. То есть, это государственная клиника, которая занимается именно кожными заболеваниями. Я подумала, куда еще, если не сюда. То есть, здесь мне точно помогут, потому что вся клиника, вся больница, она как раз-таки специализируется на том, чтобы лечить кожные проблемы. Я пошла туда, она мне прописала кучу всяких лекарств. Только хочу отметить, только мыло черное стоило 5 монат. Я уже молчу про другие какие-то лекарства. Она мне прописала антибиотики. Какие анализы я сдавала? Я сразу говорю, я не медик, я могу в чем-то ошибаться. Я просто говорю это все и рассказываю, так как я это вижу со стороны. В общем, за все анализы я заплатила, врачу тоже заплатила, несмотря на то, что это государственная клиника. Но это все мелочи. Я считала, что самое главное это результат. Я реально искренне верила в то, что результат будет. Когда я пришла к дерматологу, дерматолог мне сказал, то у тебя ерунда, пару сыпи здесь и здесь. У тебя, говорит, первая или вторая где-то стадия. То есть, у тебя все легко, можно исправить. Она мне сказала, что где-то в течение двух недель все пройдет, все будет окей. Почему мне не понравился этот дерматолог, я могу объяснить. Если бы она изначально сказала, что если ты думаешь, что за неделю это все можно решить, ты сильно ошибаешься. Лечение будет пять месяцев и каждый месяц ты будешь ко мне приходить, я буду тебе прописывать новые какие-то лекарства. Если бы она сказала мне так, я бы сказала окей. Но проблема была в том, что она сказала, что за неделю все это пройдет, все будет шикарно и так далее. В общем, прописала мне кучу-кучу просто лекарств всяких. Я все это купила. И даже было очень странно тот момент, что она мне прописала три вида мази. Я, конечно, все понимаю, но просто я не успевала даже этим всем пользоваться. Но все равно я делала все, что она говорит, потому что настолько мне надоела эта проблема. Настолько мне надоело, что мне подписчики в инстаграме пишут, иди сначала выдави свои прыщи, потом приходи снимай эти видео. Это действительно очень неприятно. Когда к тебе приходят в гости, например, родственники, и ты без макияжа дома, и они так смотрят на тебя и говорят, Айка, что у тебя с лицом? Ну что у меня с лицом? Вы не видите, что у меня прыщи, сыпь и так далее. Зачем спрашивать, если очевидно просто? Если у человека нет ноги, у него же не спрашивают, а что у тебя с ногой, почему ноги нету? В общем, это такие неприятные моменты. Действительно, эта история действительно для меня очень болезненная. В общем, кожа у меня выглядела вот так. И это еще не в самые худшие времена. Ну, в общем, самый главный момент. Я избавилась от прыщей, и у меня не осталось рубцов. Потому что прыщи у меня были мелкие, и не могу сказать, что прям, знаете, такие гнойные. Я их не выдавливала, поэтому у меня не осталось никаких, знаете, вмятин на лице. Все просто идеально, отлично. Никаких шлифовок, ничего делать не надо. Ну, в общем, рассказываю дальше. Я купила все эти лекарства, которые прописал мне дерматолог. Пришла домой, используя все, и я заметила, что прыщей стало еще больше. Мало того, что что-то прошло, а стало еще больше. Естественно, я расстроилась, но я продолжила использовать все, что она мне дала. И под конец курса, то есть месяц, я пила таблетки, антибиотики, которые она мне прописала, и еще и какие-то там крема, мази и все такое. Перед тем, как прописать эти все таблетки, она отправила меня на анализы. Если я не ошибаюсь, существуют подкожные клещи, и когда они есть, это вызывают прыщи. И поэтому я сдавала анализы, так получилось, что все было зеркально чисто, все было шикарно. Как выглядят эти анализы? Тебе выдергивают ресницы, тебе вот так вот скребут лицо. Вот, и эти анализы у меня вышли отлично, то есть нет никаких проблем, и после этого она уже мне прописала вот эти все лекарства. В общем, прошло это время, я ей написала, что ничего не помогло, что делать дальше. И она сказала, приходи, я тебя запишу на другие анализы и пропишу уже другое лечение. Я подумала, какой смысл идти к врачу, который один раз уже промахнулся, нельзя было от начала заставить меня, не знаю, пройти все анализы и поставить точный диагноз. Мне на самом деле не очень понравилось, как работает этот врач. Не хочу ничего плохого говорить, но мне она, например, не помогла. Говорить, как ее зовут, где она работает, чтобы вы туда не ходили, я не хочу, но в любом случае. Дальше я начала заниматься самолечением. Начала смотреть видео в ютубе и делать все, что там говорят. Купила там спирт с левомедицином. Просто это средство однажды мне очень хорошо помогло, но в этом случае почему-то это не помогало. Давно, где-то года три назад, это средство полностью избавило меня от прыщей. Я просто не знала, что делать. Прошло еще около трех месяцев. И вы знаете, ситуация не улучшалась. Я не могу сказать, что она прям ухудшалась, но не было никаких изменений. Прыщи как были, так они и оставались. И проблема заключалась в том, что прыщи очень долго не проходили. Прям подозрительно долго. Дело было не в том, что, знаете, прыщи проходят, появляются новые на их месте. Нет. Вот здесь была угревая сыпь. Вот немножечко следы даже сейчас остались. И вот эти вот прыщи, пару штук, где-то три рядышком. И они не проходили на протяжении где-то двух месяцев. Как они только проходили, рядом появляется еще один. То есть я не понимала, в чем суть. То есть прыщи могут появляться, но почему они появляются всегда на одних и тех же местах и очень долго не проходят. Как я вам ранее сказала, долго занималась самолечением, а потом моя мама уговорила меня опять обратиться к профессионалу, так скажем. В этот раз я решила пойти в частную клинику. Это была Туран клиника. И там главврач, мужчина. Когда я зашла к нему, вообще мне немножко было странно. Он, конечно, главврач, но его кабинет был похож на кабинет какого-то депутата, но никак не врача. То есть ничего, то есть ни халата, ни перчаток, ничего. Просто была вот такая вот лупа. Он так посмотрел на меня, говорит, а, я понял. Он меня отправил на все эти анализы. Уже те анализы, которые я сдавала в первой больнице, уже во второй раз я сдавать не стала. Я сдала кровь, общий анализ крови, анализ на витамин D. И еще мне взяли один прыщик, выдавили и сделали посев. Кстати, дорогая процедура, как я поняла. Ну, в общем, все там стоило недешево. Я потратила кучу денег, и он мне прописал лекарство. Оказалось, что у меня очень низкий витамин D, и это как раз-таки способствует тому, что у вас появляются прыщи. По крайней мере, мой врач мне так объяснил. Витамин D способствует антибактериальному эффекту, и вообще какому-то иммунному эффекту. Вот, и поэтому у меня прыщи не заживают, как он мне объяснил. У меня просто ниже низшего просто норма. Это от 30 до 100, как я поняла. А у меня, нет, даже от 50 до 100, а у меня было 10. То есть, это вообще ужас. И в этом плане я не жалею, что я пошла к врачу. Если бы я не пошла бы, то я бы не знала, что у меня такие проблемы со здоровьем. Я стараюсь теперь вот каждый раз покупать витамин D, чаще выходить на солнышко и все такое. Если честно, прям сказать, что помог этот врач мне прям с прыщами, нет. После того, как я начала пить вот таблетки, которые он прописал, он мне прописал иммуноглюканал. То есть, он мне не прописал никакие антибиотики. Его лечение базировалось на том, чтобы мой, собственно, иммунитет возвысить до такого уровня, чтобы кожа сама сделала так, чтобы прыщей просто не было. В общем, как-то так. Мне понравилась его тактика, потому что никаких антибиотиков, каких-то вредных вещей мне прописывать не стал. Наоборот, чтобы иммунитет был хороший, как бы прыщи сами по себе. Также он мне прописал мазь Розамет. Многие говорят, что это им не помогает. На самом деле, я могу сказать так, что Розамет дешевое средство, которое действительно в какой-то части вам помогает. Все это лечение не было настолько, знаете, как деньги в воздух, как в первом случае. Но опять же, не было такого, что прям я вот все это помазала и такая, вау, как круто, как классно. Вот такого тоже не было. Слушайте дальше. Дальше я начала лазить на просторах Ютуба. Думаю, в принципе, стало лучше, но не супер. Опять же, не знаю, что делать, куда деваться. Ну, в общем, я начала опять смотреть видео блогеров. И там один из блогеров порекомендовал мне динерит. Я вообще часто видела вот эти вот рекламы и все такое. Но я всегда думала, что если реклама, значит какая-то фигня, если честно. Во-первых, динерит это не дешевое средство. Начнем с этого. Во-вторых, вот все в рекламах говорят, что о, просто мать какую-то помазал, побежал. На самом деле, в нем содержатся компоненты, как я поняла, очень сильно действующие, очень серьезные компоненты. Я пошла и купила динерит и начала им пользоваться. И вот, клянусь вам, я первый день использовала динерит, легла спать. И утром я уже увидела, что вот эти вот покрастения, они стали меньше. Вот сейчас, наверное, меня закидают камнями, напишут в комментариях, динерит тебе заплатила и так далее. На самом деле, это не так. Очень много блогеров как раз таки говорят, что динерит помогает избавиться от прыщей. Но есть такой момент, говорят, что прыщи потом появляются с еще большей силой. Я пока что не знаю, потому что я продолжаю использовать динерит, но говорят, что он вызывает какое-то привыкание. И вот после того, как ты перестаешь им пользоваться, вот тут-то начинается самое интересное. Но пока что до самого интересного мы не дошли. Я вам в комментариях отпишусь, где-то через месяц появились ли у меня опять прыщи или нет. Но пока что все просто супер. В испалении они уменьшились в размере. Не появляются новые абсолютно. Осталось, знаете, пару таких вот красных пятнышек, которые уже со временем тоже пройдут. Я думаю, что у меня будет просто идеальная кожа, потому что, как я вам прежде сказала, у меня нету на лице вот этих вот вмятин. Нету на лице вот этих вот, знаете, больших угрей, которые вызывают такие ямочки. Именно поэтому, я говорю, не выдавливайте прыщи. Потом вы не избавитесь от этих рубцов, которые остаются потом на всю жизнь. Говорят эти косметологи, вот шлифовка, не знаю, микронидлинг или как это называется. Ну, в общем, я видела человека, который ходил на все эти процедуры, и результат был просто ноль. Поэтому прыщи нужно лечить вовремя. Мне помог зионерит, я реально просто в шоке. Вот так вот выглядит моя кожа теперь. Мне кажется, очень хорошо. Правда, вот я здесь оформила брови, я только что пришла домой, и я спокойно, без косметики, мог выйти в магазин, по делам. Это для меня раньше было что-то с чем-то. Я просто ношу немножечко румян. И брови готовы. Я понимаю, что кожа, она не идеальна. Видите, здесь немножечко остались следы. Вот здесь вот. И кожа сама по себе, она очень-очень сухая. Но я думаю, что это все временно. На период лечения я решила, что ее увлажнять не буду. Но потом я буду делать всякие масочки. Вот здесь тоже немножечко. Ну, в общем и целом, мне нравится, как выглядит моя кожа. Я ни в коем случае в своем видео не пропагандирую самолечение. То есть, если вы хотите идите к врачам, может быть, просто врачи, которым ходила я, были не настолько компетентны. Или просто мне не повезло. Я не знаю. Вот я знаю людей, которые ходили к врачам, и все было окей, супер. Я вообще за врачей всегда, когда у меня какие-либо проблемы со здоровьем, я всегда обращаюсь к врачам. В общем, как-то так. Видео получилось очень-очень длинным. Я постараюсь вырезать как можно больше, но оставить какую-то полезную информацию. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Всем желаю удачного дня. Всем пока!